Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики! С вами я, ваш неполноценный вождь, Багдад. Сегодня мы с вами обратим наше всевидящее око на вселенную Варкрафта, а точнее на самую первую часть. Игра вышла из-под пера этих ваших близзардов. Это было началом для замечательной фэнтези-вселенной, которая породила множество игр, книг, комиксов, сверхинтеллектуальных фанатов и разнообразную палитру порно-артов. Однако, если Варик для тебя не Варик, то на Гейпс Тор ты сможешь найти множество игр на любой вкус и цвет. Тем более, мы ведь с тобой понимаем, что этим летом ты никуда из дома не выйдешь и будешь гонять в разнообразные игрушки, специально подобранные для такого сверхчеловека, как ты. Хочешь погонять на батиной Волге по русским дорогам под песней Гогл Борделла? Пожалуйста. Хочешь стать героем анекдота про лупу и пупу? Пожалуйста. Хочешь убедиться, что всё-таки China No.1? Пожалуйста. Хочешь поиграть в новый Рэйдж? Ты чё, дурак, что ли? Гейпс Тор. Ссылка в описании к видео. Сейчас, когда игра мной уже пройдена, я могу вам сразу сказать, что это был очень странный экспириенс, который я вам, конечно же, опишу. Ведь ничего другого я больше не умею. Игра содержит в себе две компании. Одна за цивилизованных европейцев, а другая за зеленокожих, агрессивных, глажопых бомжей-анархистов. Я рассмотрю обе компании и поведаю вам, к чему они привели. Также прошу знатоков лора Варкрафта поправлять меня в комментариях, если я вдруг буду косячить фактах и вести себя не как профессиональный лоровед мира Варкрафт, а как лоровед мира The Elder Scrolls. Начнём с компании людей. В документах, приложенных к игре, есть предыстория, поведанная неким сиром Лотаром, который проводит свою жизнь на службе короля, а в свободное время изучает историю по достоверным источникам сфорча. Он рассказывает, что же происходило до самой игры и как всё пришло к этой жопошной войне с орками. Кхм-кхм, присаживайтесь, это надолго. Всё началось с правления короля Арина Третьего. Он был чётким правителем, в отличие от его предшественников, которые только и делали, что разворовывали страну и порождали внутренние конфликты. Параллельно с его правлением случилось необычное событие. Королевский чародей снашался с некой таинственной бабищей, впоследствии чего у них родился уникум по имени Медив. Или Медив, я, если чё, не особо в курсах, пожалуйста, не бейте меня, ладно? После этого бабища сломала все стереотипы и дала дёру в неизвестные края, а пацан остался на попечении бати-чародея. В это время у короля Арина и его тянки Леди Варьки тоже родился сын, которого они назвали Лейном. Королевство по такому поводу устроило Лютый Бухич. Шло время, а Медив тем временем рос. Да не в нормального пацана, а в типичного такого миллениала обдричного. И тут в одну из ночей случилась беда. Парнишке приснился жуткий сон про бездны, вурдалаков всяких и прочую тёмную шушеру. Типичный сон малолетнего бетарда после очередного просмотра пакистанского 3D лоли футанари и оя по мотивам готики. Парень, роняя кал, пошёл к батяне, чтобы сказать, что ему нехорошо. И только отец хотел пощупать лобешник сыни на наличие температуры, как внезапно у Медиева закорились глаза, и из него сжахнуло такой лютой магической силой, что не прошло и часа, как на место прибыло сотня клириков, чтобы помочь бате угомонить этот поток магического поноса. Так прошли дни. Клирики и Фаттер пытались утихомирить магическую силу, которая источалась из сына и причиняла ему просто неизмеримую адскую боль на уровне удара по яйцам или прочтения о падении Римской империи. В конце концов, магический транс между отцом и сыном окончился. Они оба упали на пол. Отец был истощён до такой степени, что просто взял и умер. Насмерть. А сын впал в глубокую кому. Король и клирики пришли к решению, что было бы разумно поддержать мальчонку в Норширском аббатстве под наблюдением специалистов и на всякий случай подальше от обычного люда. Время шло. Принц Лейн возмужал и стал полноправным принцем королевства Азерот. По этому поводу был снова устроен праздник с Бухичем. Посвящённые люди приходили, чтобы поздравить микрочелика и сказать ему пару ласковых. Внезапно подул ветер, двери в королевском зале распиздышнуло и на крыльях ночи ворвался уже возмужавший медив. Все, конечно, знатно прифигели с такого твиста, но он поспешил всех успокоить, что пришёл поблагодарить за заботу, оказанную ему. И поэтому создал песочные часы, которые гарантируют королевству спокойную жизнь, пока все песчинки не стекут вниз. Принц Лейн пригляделся к часам и сказал, что, видимо, чародей рофлет. Судя по всему, там песок бесконечный и он никогда не кончится. Медив с таким пафосным еблетом сказал, ну ёпт, то-то и оно. С той поры прошло уже шесть лет, и мы начали постепенно приближаться к моменту, когда всё пошло по одному известному месту. Погода стала ужасной, то поливая землю ледяными дождями, то выжигая всё палящим солнцем. Урожай начал вымирать. Дети заболели и стали фанатами линейки, а люди злыми и обиженными на жизнь. В одно такое мрачное утро принц Лейн ворвался к отцу с песочными часами Медива, в которых весь песок почти кончился. И как только последняя песчинка достигла дна, в замок ворвались уродливые, мерзкие твари, которые начали всех вырезать. Король отправил сына и жену в Норширское аббатство и пообещал, что позовет их обратно, когда все чудища будут убиты. Но зов так и не прозвучал. Принцу Лейну едва исполнилось 20 лет, как он стал королём Азерота. Его главная задача была ясна – это очистить прекрасные земли его королевства от зеленокожих ретардов. Те единственные чудища, что оставались живых после битв с людьми, называли себя орками. К слову, это было единственное, что они говорили, и предпочитали смерти вместо сотрудничества с человеком. Потому что орки прекрасно знают, что дружить с человеком даже хуже, чем дружить с брони. Люди видели орков как поехавших жестоких и гнусных животных, которые убивали всех. И воинов, и простых крестьян, и женщин, и даже малолетних сперматоксикозников, которые смотрят 16-летних стримеров с премией Шнобеля. Но последних они убивают не из злости, а из милосердия. А тех, кто выжил, они тащили на гниющие болота, где находились урочьи лагеря, и делали с этими выжившими не очень хорошие вещи. Кстати, там можно со скидкой купить кулинарную книгу «Анархиста» работы Владимира Сорокина, и спокойно смотрели кинчики с жди резки. Воистину варварское место. Так прошло около 10 лет противостояния между людьми и орками. Однако, как король Лейн заметил, зеленокожие хоть и сильные, но тупые и неорганизованные прям вот совсем. Поэтому их атаки легко контрятся людьми, и после каждой схватки зеленокожие бомжи с обосранными жопами бегут обратно на свои болота. На 10-й год правления Лейна к нему прибывает таинственная незнакомка. Она пришла с информацией, которая поможет королю в битве против малолетних дебилов. Как оказалось, она является мамкой Медива, и в свое время надеялась, что сын получит от нее силу и знания. Но так уж вышло, что ребятенок стал маяком для разных потусторонних сил, которые свели сыночку с ума. Поняв, какую угрозу он представляет, она решила убить его, но в итоге проиграла. Битва опустошила обоих, но у Медива был еще в запасе остаток сил, которыми он изгнал незнакомку, и приказал ей больше никогда не появляться у него на глазах. Также она информирует короля о том, что именно Медив, хоть и случайно, но открыл портал в мир этих самых урков. Произошло это в момент пятничного транса между Батисриным. Маг-кудесник все еще слаб, и нескоро наберет былую мощь. Поэтому она надеется, что когда-нибудь люди смогут победить чародея, дабы избавить мир от этой угрозы. Теперь королевство людей готовится к глобальной войне. Орки стали сильнее, ведь у них появился лидер, некий вождь по имени Чернорук, который представляет не меньшую угрозу для славян. С этого и начинается игра. Если вы еще не дропнули просмотр видео, то спешу вас обрадовать. Вы наконец-то увидите геймплей. Всего в каждой кампании по 12 миссий, которые во многих моментах мало отличаются. Нам предстоит вжиться в роли некого регента, которому король поручил обеспечить армию поставками продовольствия и заодно построить бараки для защиты. Прошу вас обратить внимание на данный экран. Вот так выглядит первый Варкрафт. Вот вам пехотинец, он же футмен, вот крестьянин, а вот и ратуча. А какая здесь озвучка? Правда, она одинакова для каждого юнита людей. Будем считать, что у них у всех просто одинаковый штормградский акцент с примесью хуманского сленга, благодаря которому бордюры они называют поребриками, шурму шавермой, аниме мультиками, трапов женщинами, натуралов гитарастами, а гоблина леваком. В первом Варкрафте вы, конечно же, можете и обязаны строить свою базу, но делать это надо рядом с другими зданиями и рядом с дорогой, которую вы тоже должны строить. И я молчу про то, что в этой игре вы позже сможете строить стены. Жалко, что такое нельзя делать в третьей части. Я бы тогда построил стену вокруг Стратхольма и посадил бы туда всех противников вакцинации, чтобы они там были как среди своих. Управление в игре олдскульно-вровежопное. Чтобы ходить, вам надо выделить юнита, нажать на клавишу М и выбрать, куда он пойдет. Мало того, вы можете выбирать максимум 4 юнита за раз, и не просто растянув прямоугольник над нужными микрочеликами. Нееееее. Вы можете выделять прямоугольником, только предварительно зажав Ctrl. Таким макаром, чтобы переместить армию из 20 болванчиков до другого конца карты, вам придется превратиться в фернцелиста. Так что, если хотите поиграть в данную игру без лишнего геморроя, то скачайте специальный плагин для мышки. Поверьте, так будет удобнее. Также вы можете увеличивать или уменьшать скорость игры, но лучше сразу поставить на максимальный спид, иначе самый первый уровень может растянуться на целую вечность. Вплоть до следующего пришествия Христа. А вот, наши бравые пехотинцы сталкиваются с первым противником в виде орка. Хоть игра и старая, но смотреть на эти битвы все так же приятно. В конечном итоге мы достраиваем фермы, казарму, и задание на этом кончается. Не сказал бы, что в игре есть много сюжетно важных миссий. Да, мы потихоньку вырастаем из простого регента до важного челика, попутно защищая королевство от набегов орков. Но вот прям лорно важных моментиков тут совсем немного. Во время обычных заданий основным для меня интересом был осмотр олдовых юнитов и зданий. Таких как лучники, лесопилка, всадники, кузница, конюшник, лирики, церковь с католическим крестом и т.д. Хотя буду с вами максимально честен. Чем больше я играл, тем меньше я пользовался этим разнообразием юнитов, потому что одновременно драться, управлять множеством разных роботяг, еще допустим их всех лечить клириками, это гарантия сломанного пениса. И при этом вам надо еще параллельно защищать свою базу от назойливых скелетов, призываемых орчими некромантами. Так что я просто забил болт и старался собирать армию всадников. Кстати, возможно вам будет интересно. Вот так выглядит карта, где происходит событие игры. И возможно я что-то путаю, но эта карта выглядит точь-в-точь как стартовая лока у людей в Вовке. Достаточно познавательно и интересно, в отличие от нынешней школьной программы. Позвольте также добавить, что уничтожать вражеские базы это сплошное удовольствие. Прям чувствуешь себя военачальником, который защищает убогих от убогих. А еще в ходе кампании нас ожидает весьма любопытное задание. Нам необходимо отправиться в мертвой копе, чтобы спасти того самого сэра Лотара, который отправился сюда на поиски некого священного тома. Правда, удача отвернулась от него, и он попал в лапы тупеньких огров. Лотара, вставай тебе еще в второго готики одного безымянного беженца зачмолить надо. Ты даже, не даже. Следом нас отправляют защищать элвинский лес. Смотрите, как изначально выглядела данная лока, да-да. Тут ваши деды впервые открыли для себя всадников и дали оркам лютых конских поджопников. Тут же я для себя и открыл тактику массового нашествия конных монголов на вражеские базы. А вот так выглядит Ношерское аббатство, которое осаждено хуманскими предателями. Ууу, сука, ничего святого нет в людях. Но ничего, залпы из только что открытых катапульт мигом вправят им мозги обратно. Следующее задание мне показало, что строительство стен в этой игре это просто бесполезное, блин, занятие. После нас ожидает уже очень важное в плане лора задание. Нам говорят, что бетард Медив сел жопы на огурец и начал впитывать в себя силу земли, чтобы стать сильнее. Поэтому нам надо мигом отправиться к нему и проломить его затылок. В этой пещере нас, конечно, ожидает множество всяких тварей, да и дизайн здесь весьма сатаницкий. Но в конце Медив таки ловит в пиздак. Пресс-ф в честь этого окопяна. В награду игра уже в следующем задании вручает наши руки колдунов, которые умеют устраивать магический тракт и призывать водных элементарий. Правда, радость длится недолго. Нам доносят, что король Лейн мертв. Его убила какая-то урочья мразь по имени Гарона. Финальным пожеланием короля было, чтобы мы взяли на себя бразды военного лидера и избавили мир от этой зеленой напасти. В финальных заданиях мы шаг за шагом уничтожаем врагов и добираемся до пика Черной горы, где обитает Чернорук. Быстро устраиваем рейд и сводим его агрессию на нет путем уничтожения логова от Зураба Целители. И все. Хэппи-энд. Азрод в очередной раз устраивает праздник с Бухичем аж на несколько дней. Она сделает королем и желает всего самого наилучшего. Сразу говорю, что на тот момент разрабы еще не обдумывали дальнейший сюжет и лор вселенной Варкрафт. И насколько я знаю, многие факты были дополнены, слэш изменены в следующих частях игры, книгах и комиксах. Однако за этим все равно было интересно наблюдать. Компания за людей любопытная. Но вот компания за орков это совершенно отдельный рофл. И опять же, прежде чем начать игру, ловите предысторию из документации. Рассказ ведется из уст Гароны, той орочи-бобищи, что убила короля Лейна. Она представитель Теневого Совета, которые по сути являются орочьими иллюминатами. Первая страница ее рассказа это понты по поводу того, какие они всесильные и классные, и как завоевывают земли врагов. У них в руках огромная мощь, а их варлоки и некроманты обладают темными знаниями, которые свели бы обычному работягу с ума. Однако все было не так радушно, как хотелось бы. В их мире не осталось больше врагов, которых можно было бы постукать. И тогда орки не нашли иного выхода, кроме как начать стукать друг друга. Так что можете считать, что их бытие это просто орочи-интерпретация Троицарствия. Маги глядели на это и понимали, что если они срочно не найдут нового врага, то рано или поздно орки просто возьмут и упиздышат свою нацию. И тут, к их удаче, варлоки совершенно внезапно обнаружили странные магические колебания. Спустя некоторое время исследований, они поняли, что эта аномалия может послужить порталом в новые миры. Они смогли создать пока что небольшой такой портал, в который смог пройти один из орков. Вернувшись обратно, он принес доказательства невиданные растения, которые говорили о том, что за порталом совершенно другой мир, который можно завоевать. Варлоки обратились к лидерам орочих кланов и сказали, что за окном в Европу находится самый настоящий и что вместо того, чтобы бить друг друга, лучше бы пошли делом занялись. Делая портал шире и стабильнее, а также отправляя туда все больше орков, зеленокожие поняли, что по ту сторону живет какая-то странная раса людей. Они слабые, маленькие, но зато у них много жратвы. Также они узнали о замке с королем и решили, что если захватят его, то королевство будет принадлежать им. Правда, эта идея успеха не сыскала. В замке на орков напали конные рыцари, которые повергли нападающих самый настоящий ужас и загнали бедняк обратно в портал. Тут-то орки на очко и присели. 15 лет они спорили, стоит ли им закрыть портал или же напасть всеми силами. Во время этих споров появился один орк, который обладал умом и сообразительностью. Он объединил все кланы и отправил за портал. Также, глядя на то, как небольшое количество людей справляется с огромной армадой орков, он открыл для себя такое явление, как тактика. Наблюдая за успехами людей, он обучился и стал очень опасным предводителем под именем Вождь Чернорук. Так и начинается кампания орков. Первое задание совсем не отличается от первого задания компании людей. Чернорук поручил нам банальное дело, с которым справится даже дебил, то бишь мы. Нам надо обеспечить орков продовольствием и построить казармы для защиты. А теперь внимание на экран. Вот так выглядит бугай. Круто, да? Вот так выглядит наша орочья ратуша. Да, именно ратуша. А вот так выглядит наш пиончик. Он жираф. Только посмотрите на эту щекастую мордашку. Ути-пути, Клавдьюти. Обустраиваем базу, попутно прописывая хумана. Все так же лампово и приятно. А вот так выглядят местные казармы. Глядя на необычный дизайн, смею предположить, что они закупали стройматериалы в Белгородском строительном заводе. Следующие задания такие же безлорные и лишь показывают военную суету. Строим лесопилки, которые служат лишь улучшением копейщиков и, к моему огромному сожалению, рабочие не носят туда древесину, как в том же третьем варике. Обидно. Дальше больше. Чернорук отправляет нас глубже в землю людей и заодно дает на стороне орков увидеть некромантов, которые поднимают скелетов. Я привык наблюдать подобную темную магию нежити, но уж точно не орков. Все-таки в первой части орки показаны как нехорошие личности, которые творят реально темное колдунство. Правда, вся эта жуть темная орочья мигом прерывается рофельным заданием, где нам надо поймать дочку чернорука Гризельду, которая предала отца и снюхала из банды орков некого турока. И тут зрители спросят, а в чем рофл-то? А рофл в том, что Гризельда ужас какая уродливая. Представьте, идете вы такие ночью, а тут выскакивает из-за угла эта мразь, утаскивает в переулок и начинает сосать ваш писяндрик с мощью тысячной монгольской армии. Видимо, турок редкостный сыч-листыник, раз пожертвовал свою жизнью ради такой страхоебины. Либо же его настоящее имя не турок, а инкейс. А еще под наше управление наконец-то пришли всадники на волках. Правда, на иконках всадники выглядят так, будто вместе с волком ловят дикие рофлы. И тут мы опять начинаем прибегать к тактике «Найми кучу чуваков на животных и снеси вражескую базу к чертям собачьим». Также разрабы лишний раз пытаются показать, что орки не такие уж и тупые. Например, нам надо уничтожить вражескую базу, ну, кроме стоящей там башни магов, чтобы наши колдуны узнали их магические секреты и на их основе создали магию еще пиже и мощнее. И на этом урочьи и твисты не кончаются. Внезапно нам говорят, что пора бы подмять всю власть под себя, ведь чернорук в последнее время ведет себя как дебил унижан. И вообще он оставил открытым свою жопу, в которую мы можем вонзить наш шляп. Поэтому берем и убиваем наших товарищей орков, просто потому что это очень даже по орочке. Нам, конечно, не понять этого, ведь их бытие на совершенно ином уровне, но что-то мне подсказывает, что разрабы, когда писали сюжет, вдохновлялись операцией Барбаросса. Ладно, я шучу. Ведь если бы это было действительно так, то тогда Теневой Совет был бы в концлагере. После успешного захвата власти, Теневой Совет говорит, что мы молодца, и просит нас освободить Гарону, которую схватили люди и заперли в Нурширском аббатстве. И честно говоря, мне было очень приятно вырезать его подчистую. Да и Гарона тут выглядит уж получше, чем некоторые. Следующие задания нас плавно двигают в сторону Штормграда. Сначала мы вырезаем нашими ребятами простые селения. Хотя стоит дать дань уважения вражеским работягам. Они иногда умеют устроить моим ребятам самый что ни на есть рули Сектор Газа Экспириенс. Из-за чего приходится корячиться и заставлять фарлоков призывать убогих пауков, которыми я уже и довершаю свое дело. И вот оно. Штормград. Тут мы уже используем все силы на полную катушку. Вызываем демонов, бомбим катапультами и добираемся до замка. Смотрите, как он раньше выглядел. Пока мы сюда не пришли на шашлыки. И все. Орчи хэппи энд. Мы захватываем Королевство людей и орки устраивают мощный балдежный бухич с танцами, выпивкой и увеселительными мероприятиями. А мы становимся большой вождя по кличке Большая Сиська и готовимся к дальнейшим походам. Впрочем, это уже совсем другая история. И это был Варкрафт, орки и люди. Честно говоря, это был странный экспириенс. А если бы я не установил кое-какие утилиты на мышку, чтобы игра игралась чуть удобнее, то я даже сомневаюсь, что смог бы пройти ее. Но тем не менее, это было просто оху... Просто замечательно. Я узнал кое-какие интересные для себя факты из мира Варкрафта и просто увидел, как все это зарождалось. Честно говоря, даже захотелось ту же самую Вовку зайти, но чую, вы от меня тогда вообще роликов не дождетесь. Возможно, следующий ролик будет про второй Варик, но это не точно. Ведь я такой непостоянный и беспечный шалопай. А если вам понравилось данное видео и вы жаждете еще, то ставьте лайк и пишите положительный комментарий, что я смешной и очень похож на Аполлона в молодости. А на сегодня все, мои дорогие друзья. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok